видимо полторы недели безработицы и два часа ночи в компании с лучшей подругой наводит на замечательные жизненные мысли дорогие девушки давайте задумаемся о том как мы ведем себя с нашими мужчинами любимыми вот вы представьте только он приходит домой ты выходишь вся такая красивая у тебя вот здесь вот какой-нибудь кандибобер на ты в растянутых штанах и в какой-то непонятной майке он уставший садится на диван и начинается ты меня любишь а как сильно ты меня любишь а вот так вот или вот так вот ты меня любишь ну обними меня ну чё ты такой злой ну поцелуй меня а давай с тобой поговорим ага на работе наговорился а со мной не можешь говорить да а ты сегодня по мне скучал а если скучал почему-то мне не позвонил а я видела тебя в контакте то что не мог мне написать когда заходил а ты что не выходил на работе покурить и не мог набрать меня на минутку узнать как у меня дела вдруг меня поездом переехала когда я за сигаретами выходила или какой-нибудь мотоциклист меня сбил я лежу там кровью стекая что значит в этом случае ты не сможешь мне помочь ну хотя бы узнаешь что у меня все плохо ты должен был ты что меня вообще не любишь а кто такая аня которая оставила тебе песенку в контакте у вас не что-то было а как давно ты ее знаешь а почему мы с тобой никуда не ходим ну хоть куда-нибудь ну пригласи меня на свидание что это за выпрашивание пригласи меня на свидание что это такое вообще дорогую дай мне пожалуйста 10 тысяч на новые туфли а сама такая в голове сидишь думаешь так прогадала или преувеличила а он такой сидит уже накручивает не прогадала а прихуела по моему 10 тысяч на туфли в центра пошла и по 800 рублей себе 10 пар купила на 10 тысяч дорогой пойдем со мной на шопинг сходи с подружкой я не хочу с подружкой я хочу с тобой зачем тебе идти с ним и три часа смотреть на его кислое лицо серьезно просто представьте ситуацию наоборот это же просто катастрофа если мужчины будут вести себя также как ведут себя женщины дорогой а поедем к кузнецовым на новоселье ну нафиг пошли лучше саньком пиво в гараже попьем и ты такая берешь и идешь туда потому что ты живу типа любишь или они будут выпрашивать у нас подарки дорогая ты меня любишь да милый а подари мне пожалуйста на 23 февраля сальник заднего привода или патрубок воздушного фильтра а если это не найдешь не знаю там возьми мне болт от гбц ужас вообще и ты такая сидишь господи что это где это взять вообще жуть и начинаешь звонить его друзьям гсушетка гбц где взять этот вообще дужу какую вещь что это за болт такой гбц или вообще картина маслом дорогой ты представляешь а вот светка сегодня работа пришла в розовые кофточки в оранжевых кедах как такое можно было сочтить вообще непонятно как она вообще в зеркало смотрелась на себя или нет и мужики бедные это все сидят и слушают и мне интересно они мучаются сказать какая мразь да ему насрать в какой кофточке пришла твоя светка ему большому счету было насрать в чем ты туда ушла он сидит и просветку про твою слушает представь ты сидишь дома уставшая с работы он приходит и говорит дорогая ты представляешь сегодня сосед по гаражу нацепил на свой форт брызговики от спарка но это ж надо было додуматься просто на форт от спарка у него что девятка что тюнинг тоже мне он бы еще трехсоставной спойлер бы на него повесил бы ужас вообще просто ужас а вот это вот жуткое сравнение там дорогой а вот там там арки муж подарил там не знаю там телефон крутой я бы тоже такой хотел может ты мне подаришь обзор мужик такой приходит и говорит дорогая а он катька лёхи эскалейт на 23 февраля подогнала вот бы мне такой может ты мне подаришь и такой сидит глазами хлопоты ты же ему отказать ты не можешь ты любишь в общем женщины задумайтесь о своем поведении берегите мужчин их и так у нас очень мало по статистике на две женщины приходится один мужик поэтому если вы себя будете вести так то другая обязательно будет у меня и вы в итоге останетесь одна люблю целую ваша кристина познякова козлу